Светлана, так как же получилось, что гильдия мастеров и ремесленников была создана с центром в Гомеле, а не Минске, в столице? Здесь, в областном центре в Гомеле, побольше ремесленников или же все-таки дело в инициативных жителях? Ну, вы знаете, вопрос очень прост, конечно, но минчане до сих пор очень ревностно относятся к тому, что центр в Гомеле, а просто там живет их лидер. Ну, хотя мастеров у нас, конечно, очень много, очень талантливых в Гомеле, и хотелось бы, чтобы их знали люди. Чего удалось достичь за эти несколько лет, что вызывает особую гордость? Я могу сказать, что нам уже практически два года, и я считаю, что у нас есть хорошие подвижки. Нас 80 человек, если учесть, что практически каждый год у нас все равно идет обновление состава. Вот, у нас уже есть свой сайт, у нас есть сайт колорухи-феста, который мы планируем проводить один раз в два года. У нас уже создалась хорошая, крепкая команда, а команда это все-таки делает все, мы командные игроки. У нас уже есть структурное подразделение в Сморгоне, Гродненской области. Мы работаем, мы участвуем во всевозможных проектах интересных, да, мы участвуем в выставках, мы стали чаще ездить. Вот, благодаря моему заместителю Наталье Решетник, она очень активно взялась как бы за эту работу, поэтому это уже и Солигорские дни шахтера, это уже не только Славянский базар, это уже и наша Гомельская весна, экономические формы, то есть мы работаем. Ну, кстати говоря, за эти несколько лет стали появляться филиалы представительства в регионах, и это здорово, гильдия расширяется. Какую, видите, миссию вашего объединения в будущем? Случайности не случайны, и я благодарю судьбу за то, что свою трудовую деятельность я начинала в Союзе архитекторов БССР. Я там работала консультантом творческих мероприятий, и первая запись моей трудовой книжки, это было за организацию 19-го съезда Союза архитекторов БССР. То есть я пропиталась вот этим духом. Это настолько было потрясающе, потому что тогда мы принадлежали к Союзу архитекторов СССР. У них уже был свой дом творчества, который находился в Гаграх, и я тоже там отдыхала на берегу моря. Я видела, как пенсионеры, ну что, молодая девчонка, я вижу, как они собирались на свои мероприятия, когда женщины надевали шляпки, они пекли торты. И мне, как молодой девчонке, было удивительно на это все смотреть. То есть они вместе отмечали Новый год, мы вместе ездили в Польшу. Это был единый организм. И поэтому, когда возникла идея создать Гильдию мастеров-ремесленников, я не сомневалась ни на минуту, что это должен быть творческий союз республиканского значения. Что мы хотим? Мы хотим добиться того же, чтобы это был единый организм по всей республике. Ориентир достаточно серьезный, удача в ваших проектах. В сентябре, я знаю, Гильдия планирует провести достаточно большой фестиваль с мастер-классами. Расскажите, что уже известно? Я благодарю нашей власти, область полком Горы с полком управления идеологией и культурой за то, что они разрешили провести нам пилотный проект нашего огромного мероприятия под названием «Фест-колоруху». То есть наш логотип, который мы скоро зарегистрируем, это колесо, внутри которого находится коловрат, то есть колесо движения. И вот мы хотим это колесо закрутить уже по-взрослому для того, чтобы сделать праздник для мастеров и ремесленников. У нас должен быть свой праздник, который будет объединять этих талантливых людей. Это будет не просто праздник, это не будут просто торги. Мы сделаем карнавал, шествие, в котором будут идти наши мастера и ремесленники. И мы обязательно сделаем последнюю колонну, в которой будут идти жители города, которые захотят похвастаться именно своим трудом. То есть пусть они делают шляпки, пусть они вяжут себе или шьют какие-то наряды, пусть они просто наденут какой-нибудь интересный наряд своему питомцу, да, там свяжут какую-нибудь одежку своей собачки и возьмут ее на поводок и пройдут в этой колонне. И мы обязательно сделаем конкурс зрительских симпатий, когда каждый сможет зарегистрироваться и показать себя во всей красе. Мы хотим, чтобы этот праздник был для всего города. Спасибо за это интервью, успехов в вашей инициативе и до встречи на фестивале. Спасибо огромное.